так всем привет с вами яхо вы смотрите пятую часть видео прохождения на покемон эмиральд на русский и собственно вот я тренировался сейчас и тренировался вот всех почти 36 вот сейчас тоже пришел на 36 и развился в септайла так собственно вот сейчас моя команда на данный момент септайл 36 саблай 36 также я еще перед прошлым иском моим опалку оставил его в сервисе дейвер кейер ну там у меня его докачали до 20 какого-то лейвла я его самым настоятельным прокачал 36 собственно вот его атаки ну хрияма хриям выучил моего приема называется нашатырь я обучил этой атаки вместо блефа блефта в оригинале ложный удар нашатырь это такая полезная атака с противника который парализован снимает параличного при этом уфи битва атака атака параметры атаки 60 на 100 ну спирит просто то же самое кстати мой арон развился в лейроны так как извините за звук на заднем плане значит ну я это пакет центр в этом выпуске мы естественно получим значок потому что в этом выпуске были в лавридж ну не все таким но конечно на 36 прокачались так сейчас значит у меня тут дата 34 и вигород и войну 35 войну выучил атаку прошения она параметры 40 на 100 как бы забирать противника его вещь плюс без дополнительных эффектов нет так вигород выучил прошение в оригинале топорез я заменил из его ладно насчет мы тима на битву с огненным гимон то есть конечно нет нет я поменяю силы кое-каке изменения там будьте 4 на 4 так же заберу лайнона самый сильный веке он там торкул поэтому против торкул я буду собственно и торкул использовать планировать планировать первым милый свой конечный перейдем на хотя нет лайнер так всех истин все же пометелков ранее им изучил систему телепортов то есть куда идти я знаю кое-что забыл телепорты тут штука сложная даже не телепорты, а дыры так, теперь сюда и в эту а вот теперь в эту и все, мы около фланнеля так, ну я сохранюсь на всякий случай у меня преимущество железное в уровне короче начинаем где что такое то начинаем битву угу так хорошо, поехали, значит беру покемон на БЛ-24, для меня это ничего особенного так, перегрев перегрев не очень сильный атака если учитывать то, что с каждым входом она все слабее плюс понижает спецзащиту так, лау, да, но это бесполезно теперь камерат камерат уже сложнее но все равно один удар так, теперь Торкула ну, вроде Торкула я использую своего Торкула и Торкула, значит, 27 Торкула против Торкула 30 ну, понятно, что я его вырублю конечно, не сразу так, почему-то мой Торкул никак не может карализовать ее Торкула но сложнее в том, что огненные атаки используют бесполезно аммм атака нормальная, типа, ммм не носит, не носит сериалу поставлю Хурияму так, ладно мне уже это надоело поэтому серка как за перфективом почему-то не очень сильно Торкул достаточно сильный хотя у меня, к примеру, что 7 уровней так ну, конечно, странно Торкул в оффлайнере знает очарование и поэтому все мои пекемоны в большей части, потому что полосы но все бесполезные надо было брать и вайбера все-таки, я так думаю а, кстати, насчет вайпера он сказал, что он теперь больше со мной снимать не будет он меня просто серьезно остает во время съемок и ну, почему он сейчас максимум около 25 уровня так а у меня уже есть что так, мне говорит мне мои дают защитные очки так так, говорится, что нам больше вызов выходит через Народи-111 так, ну, в общем нам нужно возвращаться в Петалбург да так, ну, я всех покемонов я вернусь в Петалбург и накачаю основную паузу накачаю всех своих покемонов по 40 уровня в этом же выпуске врусов вызов фридера так ну и пошел доберусь я быстро и без ускорения но я хочу, конечно же вот по пустыне побегут, думаю, тут вводятся хорошие покемоны земляные, а также вводятся карни вот если это называется самым, вообще в оригинале это песчаная буря так, ну тут большая часть моих покемонов бесполезна, потому что пещаная буря не наносит урон только стальным каменным и земляным покемоном так, Сэншру о это знак, я должен его поймать так, Грэйбол у меня один сыгрэйбол, всех их накопил, потому что конечно же своего лайнуна, кстати, посмотрим он ничего не держит держит трос ну, собственно, я уже демонстрировал его мини тропинч а вот это уже, а вот этот обожает покемонов, но я его выбрал здесь он редкий тропинч отличный пикемон он на тридцатом, вроде, лейбле развивается вибраву и приобретает дополнительный драконий тип а на сорок пятом эволюционирует снова по флайганам да ну, короче, поймаю я тропинчу потом но в следующем выпуске у меня уже будет вибрава ой, как нет, двадцать талой лейбл так это черт ну, я вырубил, к сожалению, это очень плохо ну, ладно, не хочу, мне интересно, что за здание там башня-мираж опять тропинч тропинч по шине отлично так, глядь бог тропинч будем, отлично тропинч тропинч тут какая-то башня-мираж, не знаю, о чем он дает странно, вроде башня-мираж, а это вовсе не мираж, а реальная башня не обровалился ну, ничего особенного, собственно ладно, мы возвращаемся в Петалбург ну, короткий путь в Петалбург так это перейти через вердонтулский туннель и кстати, он отправит своих покинулов так, кстати, я понимаю, споинг вот, между выпусками сейчас покажу где же он споинг психического типа убит слагма тоже вот споинг так, нам нужно вердонтовский туннель так значит, вердонтовский туннель ведет вроде не помню, куда он уже а, он ведет фраг да, ну, значит, мы быстро повысим отберем всегда Петалбург я поставлю на паузу, докачаю эту шестерку ну, помимо ну, кроме Саблая, конечно я не буду использовать в Петалбурге до прокачаю тоже сорокового всех разобью в игре с Лайкинга собственно, я завершу тренировку и пойду в Ким в этом же выпуске так Петалбургский дим сложен дим то, что там шесть комнат нет, там шесть комнат не считая комнаты лидера в каждой из них из Петалбург нормального типа собственно, как и норма сам лидер и в каждой комнате делают акцент на определенные параметры скорости силы и ловкости так, ну, собственно, мы почти в Петалбурге мы уже прошли Петалбург-вудс у нас попадается слабый Петалбург до четвертых левелов все, мы в Петалбурге на ну, я оставлю на паузе и буду качать так, ну, я хотел подказать всех до сороковала я не допустил то, что я подкачал следующее выпуска сейчас для меня это будет слишком долго короче, я накачал только Септайл до тридцать седьмого Лайнун до тридцать восьмого и Вайвер до тридцать восьмого Вайпер развился с Лайкинга на тридцать шестом это странно потому что в Руби и Сапфире он развивался на сороковом да самое плохое то, что после эволюции он снова приобрел свойство Лентяй и это мне очень не нравится короче, он у меня выучил контрудар вместо безделья атаку все-все то же самое ну че, пошли всех ассистентов я уже заранее победил там больше в какую комнату идти но у меня через него последний является комната одного удара так вот собственно Норман наш папаша я сохраняюсь так подождите нормально надо пока что проверить ну что а теперь идем здесь Норман использует нормальных покемонов ну короче получается у нас битва отца и сына у нас у нас гиперзелья так ну я вырвел спинду так теперь у нас у нас у нас это видимость видимость также переводится как фасет и как бы смысл заключается в том что если покемонов с я получаю значок баланса могу использовать серф хотя у меня пока его нету и получаю видимость так 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 это отец воли и он дает нам серфинг ну или плавание так кстати я получил таймер был как бы есть какой домик там авгодизм мы увидели называется он дом иллюзий и в нем надо пройти небольшой лабиринт и поведите трениров в нем и в конце концов ты получишь какой-нибудь приз я там уже получал лыжник редкую энергослайз ну или редкую рейлер кэнди плюс там в самым лабиринтах обычно лежат письма но в последний раз я в нем получил сейчас дайте вспомню таймер был да таймер был ну собственно таймер был очень хороший болл он дает покемоны лучше если 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 несколько раунд в битве идет допустим если песчаная буря и битва очень долго идет то конечно все просто и таймер был ловит сразу да так ой погибол что-то лежит зелье что-то и странно то что я его не собрала еще ладно короче ну я заканчиваю на этом свой выпуск всем пока до новых встреч я буду качать всех до 40 в следующем выпуске мы доберемся до городов в следующем выпуске мы будем мы освободим станцию новый маувиль по городу маувиль и освободим ее и отправимся в город форте где находится гимн летающих типов и там получить свой шестой значок так всем пока запись надо сохраниться ну а теперь всем пока